Мои хорошие, привет! Доброе утро! Доброе утро! У нас половина 11. Все хорошо, только очень холодно, очень холодно. У нас сегодня ощущается 30 градусов, на самом деле 21, что ли. 10.32. В общем, снега на Милоза эти дни много. Перестала чувствоваться весна. Тур у нас был 0 градусов, а здесь вообще минус 30, считайте. Перепад. Ну не минус 30, ну, подожди, сейчас скажу, сколько. 8 февраля. Так, завтра мы можем собираться, послезавтра я вылетаю. Сключится телефон. Погода в Каменске-Уральском сегодня. Сегодня в Каменске-Уральском обучено. Минус 18 градусов. Минус 20. Ощущается как минус 30. Вот, мои дорогие, вот такая вот погода на Урале, причем и на Центральную Россию морозы. И все равно нет возможности сидеть дома. Нужно выходить, нужно заниматься делами. Что хочу сказать. У нас не работает светофор, вы представляете? Я нажала кнопку, и я читала по новостям на Яндексе. В общем, не работают светофоры из-за морозов. Представляете, вышла из строя оборудование. И вот сейчас я столкнулась с этим. Я переходила дорогу, и такая, нажала, смотрела, не загорается. И машины остановились, сказали, что давайте, проходите. То есть они знают, что светофоры не работают. Слушайте, на трассах столько аварий. А еще меня порадовало. Очень порадовало. Смотрите, какой красивой дорожкой я иду. Что на пунктах... А, подожди, не так. На дорогах, которые вот эти вот трассы, организованы пункты помощи водителям, дальнобойщикам и вообще всем водителям, кто попал в какую-то ситуацию, там место зарядить телефон, отдохнуть, попить чаю, оказать какую-то медицинскую помощь. Слушайте, просто супер. Государство о нас заботится. Надеюсь, что мы также будем заботиться о государстве. В общем, холодно. Неимоверно холодно. Убираю телефон в карман. Вернулась домой, захожу, открываю двери. Думаю, что так темно? Что так темно? У меня шторы, оказывается, закрыты. И такой дает, знаете, в квартире такой полумрак прям с порога. У меня же одна комната. Как бы это сразу же чувствуется. Такая прям волна темноты. Думаю, как зашла, как в гроб. Пришла, включила телевизор, пошла в душ, то, сё. У меня кровать всё ещё не заправлена, мои хорошие. Сейчас будем заправлять вместе какие-то домашние дела. И вообще хочу сделать маску. Хочу вам показать, рассказать про одну маску. Про очень хороший товар. Блин, вроде бы солнышко. Вот вроде бы солнышко, вроде бы всё хорошо. Но так холодно. Я просто вот уже, когда шла, просто вышла из горячего душика. Вот так вот постояла, вся проскрабилась, вся помылась. И что хочу сказать? Стояла под горячим душиком, только что вот вышла. Блин, язык заплетается. О чём я говорю? Так вот, хоть и хочется пойти в лес, но это на грани, знаете, на грани какого-то безумства. Потому что идёшь и вдыхаешь воздух. У тебя обжигает холодным воздух. Мне нельзя сейчас заболеть ни в коем случае. У меня съёмки 10 числа. Мне нужен обыкновенный мой голос. Нельзя заболеть. Нельзя. Было бы хотя бы градусов на 10 поменьше. Но ощущается как 30. Ощущается как 30. Я просто представляю, что я буду идти, двигаться и ещё больше воздуха глотать. Наглотаюсь холодного и нифига. Не пойду я в лес, не пойду. Короче, кровать заправляю. Кровать заправляю. Заправляем её вместе и делаем маску. Ой, мои хорошие, как надоели эти новости, просто эти грёбаные новости. Ну что же это такое вообще происходит, а? По первому каналу идёт «Время покажет». Рассказывают про Навального, про то, что он состоял за суд, о том, как Навальный оболгал ветерана Великой Отечественной войны. По «Россия-24» идут тоже новости, подводят итоги коронавируса. Можно подумать, он уже закончился, коронавирус. Время 13.58. В общем, столько дел ещё не сделано. Ну а сейчас мы с вами будем... Попила немножко. Заправлю кровать. Сейчас мы это быстренько сделаем. И займёмся красотой. Будем наносить на лицо, на кожу лица маску. «Дермал Матрикс». Приобретала её на «Валбирис». Ссылочку я вам оставлю. В общем, обалденная маска. Все девушки, все женщины, кто делал, просто восхищены данным продуктом. Но единственный косяк, её нужно держать на коже 3 часа. От 2, в зависимости у кого как, от 2 до 3,5. Но вот этот вот биогель, из которого она состоит, эта маска, он прямо, знаете, сродняется с кожей и впитывает. И в общем, супер, супер, знаете, супер какие-то отзывы. Тоже хочу попробовать. Вот здесь на ней написан способ применения, состав маски. Ну в общем, заправляю быстро кровать и наносим маску. Будем ещё красивее. Будем ещё красивее. Открывается, открывается авиасообщение с сегодняшнего дня с Белоруссией. Шикарно, шикарно. В Белоруссии я ещё не была. Мне кажется, нужно полететь. Сегодня утром, когда собиралась, включила новости. Россия, Россия-24, Урал, наше включение, показали наш аэропорт Кольцова. Но пресс-служба давала свои какие-то, как сказать, оценки. В Танзанию можно будет от нас полететь. То есть не из Москвы, а из Акатеринбурга. Прям в Танзанию полететь. Вообще, если честно, я кровать должна была заправить, когда я ушла из дома. Но я, ну типа чё поэта, типа чё торопилась. Ну какую-то моду взяла в рубашошке спать. Вот это вот я не очень люблю, если честно. Я люблю спать горенькая, но холодно, холодно, холодно. Я же ещё открываю немного окно на микропроветривание. Так, волосочек. Волосочек. Всегда волосы кладу в одно место, а потом их собираю отсюда. Так, вот она. Смотрю, где дырка, где, где этот, мисто у отдела. Так, сейчас сядем, будем делать маску. Как раз лицо подготовленное, лицо умытое, проскрабленное. Надеюсь, эффект будет молниеносный. И тогда вы мне точно будете говорить. Блин, Инна, ну это же фильтры. Ну в общем, всё, мои дорогие. Я пошла помою руки и возвращаюсь к вам. Скоро буду. Так, выбрала я вот это вот место, поставить на подоконник. Принесла уже стул. Так, мне нужно включить что-нибудь хорошее, что-нибудь приятно моему глазу. Так, возможно, это будет какой-то один из развлекательных каналов. Например, Муз ТВ. Золотая лихорадка сейчас идёт. Посмотрим. Так, ну в общем. Так, сейчас мы прочтём. Ещё раз говорю о том, что делать мы будем. Дермал Матрикс. Бролана Валберис. Можно на озон взять. Что мы знаем про эту маску? Так, маска не тканевая. Сделана из биогелевого материала. Из внешнеклеточного матрикса. Идентичному тому, что в нашей коже. Так, ну всё, вперёд. Маска полностью растворяется в воде. И она должна раствориться на лице. Так, смотрим. Как добротно упаковано. Хорошая вещь, наверняка. Так, мера предосторожности не предназначена для использования детьми. Избегайте прямого попадания в глаза. Так, снять защитную плёнку. Нанести маску на хорошо очищенную кожу. Проследить, чтобы средство плотно соприкасалось с кожей. После полного впитывания, спустя 3-4 часа, снять маску, не смывать. Так, ну давайте, мои хорошие. То есть, у меня есть 3 часа, чтобы заняться домашними делами. На улицу в эти... Сейчас засекаем время. Время 14.10. То есть, не раньше, чем 5 часов. Слушайте, какая прелесть. Какая прелесть. То есть, вот из этого пакета я достала вот эту вот шикарную маску. Так, поняла, поняла, какого плана эта маска. Поняла. Слушайте, очень приятный аромат. Очень приятный аромат. Так, 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 так. Смотрим. Ой, немножко разорванная. Так, ну сейчас мы это сделаем внахлёст. Что ж, она немножко разорванная, да? Это я её не повредила, когда доставала. Так. Ну, должен быть эффект прям вообще вау. Все же знаете, да, что дама-то я уже возрастная. Мне 38 лет. И хотелось бы выглядеть, в принципе, на 18. Так, здесь всё разрезано. Очень, кстати, как удобно сделано. Так. Она должна плотно держаться на лице. Ой, слушайте, вот эти вот все дорогие частички. Это нельзя бросать. Так, наносим нижнюю часть. Наносим нижнюю часть. Снимаем её. Я вам прямо вот скажу честно, как она в действии. Ну, вы это и сами увидите. Так. Какая-то часть для рта. Слушайте, ну что ж она так себя-то повела. Угу. Так, немножко внахлёст. Ага. Ну, в принципе, то, что она немножко разорванная, то это и в принципе-то её не портит. Я надеюсь, что она будет прилегать к лицу. Так. Ага. Так, давай. Правильно, подожди. Так, вот ещё осталась какая-то одна частичка в пакетике. Слушай, ну давай-ка мы её закроем, вот этот вот шовчик, если она будет держаться. Вот прям вот как будто бы, как будто бы за что уж. Нет, не держится. Так, подожди. Что ж от неё так все пищат, да? От неё прям вот реально все пищат от этой маски. Слушайте, я сколько отзывов видела, тоже решила себе взять. Слушайте, молодыми и красивыми все хотят быть. Ну, в принципе, она держится. Я скажу, что она держится. Так, это что? Ну-ка, давайте сюда прикрепим. Ну, а что, бросать, что ли, её? Я не знаю. А, это, наверное, отсюда, отсюда. Пускай будет на шее. Всё, собственно говоря. В пакетике ничего не осталось. Ну, всё, давайте. Встречаемся. Ах, так, в пакетике ничего. Мои дорогие, хорошая новость для людей, кто меня любит. То есть, посмертно хотелось бы помянуть несколько людей на моём канале, которые больше никогда не будут проявлять активности, потому что они в блоке. Это конкретно 76 человек. Так, ничего, больше руками ничего трогать не буду. 76 человек я сегодня заблокировала. Так, сейчас я вас всех посмертно, поимённо. То есть, смотрите, я прям сделала себе несколько скринов. Вот видите, из творческой студии. В общем, давайте. За упокой. Куралай Тулешова. Елена Карелия. Лера Ануфриева. Анастасия Р. Капитан Нема. Всем земля пухом. Абдул Мугутинов. Крис 001. Нина Марченко. Земля пухом. Ай, блядь, масло. Так, подождите. Может быть, мне лечь, но я три часа же не могу, не смогу лежать. Так, я же так, я и так ничего не трогаю. Так. Елена Прекрасная. План Самс. План Самс. Был хороший аккаунт. А потом зарегистрировался ещё один план Самс. Наталья Анатольевна. Наталья Молчанова. Не твоё дело. Служба ритуальных услуг. Так, Елена Тарасова. Моно Ом. Мальвина Матрасова. Там два аккаунта. Мальвина Матрасова. Один хороший аккаунт. Пишет добрые комментарии. Второй гадости. Один аккаунт. Мальвина Матрасова. Лев Голицын. Инна. Такой-то аккаунт. Морская русалка. Фишер. Зифа Фрак. Блядь. Зифа Хуифа, блядь. Ну, понимаете, да, врачу? Вот эти вот, кто пишет комментарии, кто читает комментарии, и понимает, что как будто бы на Абрикадабре написано. Княгиня Ольга в бан. Алена Волкова. Татьяна Татьянина. Александра Т. Дмитрий Дмитрий. 66,99. Это я написано. Такой. Маруся Марусенька. Наталья Соколова. Дервилл 4 какой-то. Во нот. Вай нот. Или, короче, не знаю. Юлия Романчук. Надежда Лазаренко. Хьога Ют. Ольга Шатура. Блин, отпадает. Отпадает, отпадает. Ну, ладно. Должна впитаться. Оля Шатура. Мария Котова. Джей Эс. Лаура Маранты. Ирина Махний. Леля Иванцова. Наталья Копцова. Надежда Богомазова. За упокой. Всех в бан. Всем гореть в аду. Наташа. Екатерина. Урал Лайф. Наталья Секрет. Кукумбер какой-то. В. В. Хринделиха из Каменска. Наталья. Еще одна. Там телка с сиреневыми волосами. Адам Белый. Гори в аду. Марфа Сурала. Ната. Настюня К. Ирина Фоменко. Ольга С. Гевара Ч. Сю. 6438. Я называю аккаунты, которые будут гореть в аду и которые заблочены. Больше никогда на моем канале не напишут комментарий злой. Елена. Там такая белая мышь. Елена с маленькой буквы написана. Белая мышь такая. Хо Вэн Сто. Ирина Серяк. Твоя песня спета. Инна Савчук. Снежана Денисовна. Елена Петрова. Розовый Фламинго. Катя Мандаринка. Соли Мио. Алина Полонецкая. Марина Пономарева. В бан, девочки. В бан. Владимир Баралай. Елена Матюгичева. Ольга Аникина. Доминика Доминика. Все. Вот эти вот животные в бан. Просто в бан. Так, ну-ка, подожди. Вот эти вот животные в бан. Больше они писать гадости не будут. Итого 67 человек. Так. Все. А мне... Напишите гадости еще. Я буду... Ну, буду, наверное, видео 5-6 читать. И тем самым я увеличу свой черный список. У меня не было ни одного человека в черном списке. Ну, мне уж люди начали говорить. Инка, да бань ты их. Ну, зачем они тебе нужны? То есть, когда люди хотят на моем канале написать хороший комментарий, они просто не могут этого сделать. Потому что вот эта вот сфора диких собак набрасывается на моих хороших зрителей. Рассказала об этом Женьки Кривенко. Он прям так радуется. Я давала, давала вам шанс, смотрела, как вы работаете. Вот, вот. Я поняла, что критика неконструктивная. Вы, типа, несовершенны в своих комментариях. Поэтому я решила, что вы уволены. Сука. Скажи им, я понимаю, что работать на меня тяжело. Что я, как руководитель, очень сложный, требовательный. Не все справляются. Буду увольнять. Вот уволил у вас 76 человек. Сука. Короче, Женька, вишельник. Буду смотреть дальше, как кто работает. Да. Коль чего, и будьте уволены. Вот. Пидораски. Пидораски. В натуре, Женя, пидораски. Так я хочу сказать о том, что больше гадостей писать на моем канале не будете. Буду за вами наблюдать, буду за вами смотреть. Так, время 14.20. Господи, 3 часа. Ну, пойду я лягу, включу какой-нибудь фильм. Потому что я не буду заниматься никакими делами. Сниму халатик, лягу. Ну, в общем, все, ждем молниеносного какого-то эффекта красоты. Естественно, я вам ссылку оставлю. Но по ощущениям очень комфортно. Очень комфортно. То есть она скоро должна начать впитываться. Так, подождите, а почему она у меня разорвалась? Состав. Очищенная вода. Экстракт коллагена. 8%. Глицерин. Порошок карагенада. Камедь рожкового дерева. Ксенантовая камедь. Будьте о господи. Хлорид кальция, лизин, гистегин. О господи. Экстракт шлемника. Экстракт зеленого чая. Экстракт хаутпои. Так, 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 так. Хранить при комнатной температуре. Белечь от прямых солнечных лучей. Ну, все так и было. Ну, все, мои дорогие. Лягу. Она должна впитываться. У меня есть 3 часа. Я сейчас включу фильм. Включу фильм. А, нет. Включу на моем канале плейлист Крым. Плейлист Крым, когда мы с Женечкой познакомились. Это было конец августа, начало сентября прошлого года. Все. Сейчас включу плейлист Крым и буду лежать. Представляете, 67. Репрессии на моем канале. 67 человек в блок. Так что давайте всей, как сказать, недовольной жизнью продолжайте писать гадости. Вы все улетите в бан. Ну, все. А я занимаюсь красотой, своим здоровьем. И, в общем, все. Муа, 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 муа. Пока. Встречаемся. Я стану еще красивее. Все. 3 часика. Я закрываю глазки и буду слушать шум моря. Шум моря. Смотреть плейлист Крым. В общем. Муа, муа, муа. Так, мои хорошие. Прошло полтора часа. Прошло полтора часа. Маска начала впитываться. Вы посмотрите. Она начала даже исчезать. Слушайте, по-прежнему комфортно. Маска с лица не падает. Вот с этой... Я, короче, прочитала отзывы на сайте. Девчонки, кто пользовался. Все в восхищении. Все довольны результатом. И еще посоветовали, что если она не плотно прилегает... Это натягивается, смотрите. И не плотно прилегает, то можно ее надрезать. Надрезать и прислонить. Вот так вот. Прям такой вот лайфхак для использования этой маски. Так вот. Я вот с этой стороны уже надрезала. И ее присоединила. Здесь тоже сейчас так сделаю. Так. Это же корейская косметика. У кореянок нет же таких лиц, как у меня. Так, подожди. Подожди. Я сейчас ее маленечко разрежу. Так. Она такая желеобразная. Прямо, знаете, как холодец, я бы сказала. Имеет такую, знаете, прохладу. На ощупь очень приятная. Очень. Прямо вот я бы сказала, что очень-очень. Так, все. Представляете, я уже полтора часа в ней лежу. Но вот сейчас она должна прям, знаете, прям впитаться. Прям впитаться. Прям впитаться. Ну, все. Ждем дальше. Пока занималась делами. И мне это очень хорошо. Помимо того, что я просто лежала там, общалась с людьми. Понимаешь, у нас была ошибка в чем? У нас был старый дом. Ну, как они построили. Со Светиком общаюсь там по поводу продажи дачи. Мы устраивали там второй этаж и туалет, то есть пристрой. И все, и решили. Папа говорит, ну что, сейчас вот разговор у нас идет о продаже. Метраж дома больше. Поэтому давайте надо узаконить вот эти. Слушайте, как тяжело, какая бюрократия везде. Вот и мы поперлись в ПТИ, что нам надо. Они приехали, все замерили. Вроде бы все как положено. Да, конечно, все в порядке. А потом взяли и на учет его поставили не как реконструкция была дома, а как вновь построенный. И я тебе говорю, у нас на участке теперь вышло два дома. Один старый, один вновь построенный. Вот сейчас пока разобрались с этим, 3 месяца прошло. Капец. Вообще, короче, ему надо все делать, все правильно, все вовремя, без всяких, чтобы было проблем. Ой, Светик, моя дорогая, вы давайте держитесь. Я уверен, что все получится. Очень, очень даже верю. Вы уже на финишной прямой, поэтому вам терпение. Потому что вот эта покупка недвижимости, продажа недвижимости, вот такие, блядь, такие вопросы. Положила телефон на коробочку от бриллиантов. Кстати, надо пойти бриллианты будут купить, выбрать. А тут уже выбираю. Пойду в магазин, буду в Москве. Сходим в торговый центр. Ну, короче. Все, дальше сижу в Москве. Вся в делах, вся в светских общениях. Муа, 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 муа. Смотрите, пропадает же, реально. Если честно, на лбу уже такая старость-то, она как бы очевидна. Наверное, моя поперечка пропадет. Щечки станут еще больше. Еще больше такими персиковыми. Так, мои хорошие. Так, посмотрите сейчас на мое лицо. Сейчас время 16.53. То есть, я поставила ее в 14.10. Сейчас 16.53. Маска готова для того, чтобы ее снять. Она полностью впиталась. То есть, она отдала все полезные свойства моей коже. Сейчас нужно будет ее снимать. Надеюсь, что это будет не болезненно. Если это будет болезненно, конечно же, я вам об этом скажу. Быстрее всего маска впиталась у меня в области лба. И на носу. Получается, Т-зона моя требует увлажнения. Получается, у меня кожа комбинированная. Так, давайте будем сейчас снимать ее. О! Снимается вот такими вот полостами. Ой, так не больно, слава богу. Слушайте, я думала, знаете, что будет такой ужасный эффект, когда, знаете, маску кожу сдираешь, такое ощущение, что она сдирается вместе с кожей. О, прекрасно! Прекрасно! Слушайте! Маска не требует смывания. Вот сейчас я посмотрю на нее. Ну, нет такого, что такие, что прыщи тут здесь остались. Как от маски пленок. Знаете, такие бывают очищающие маски пленки. Тут ее вот так вот сдираешь вместе с кожей, и там такие черные точки остаются. Конечно, это не такая маска. Тут совершенно другого действия, другой направленности. Ну и все, смотрю на мою сияющую кожу. Так, я все сделала правильно. И, кстати, знаете, девушки, женщины, кто будет делать ее маску, кто будет делать такую маску, хочу сказать о том, что она комфортная. И три часа пролетает незаметно. У кого-то больше двух часов, у кого-то меньше. То есть все зависит еще от кожи. Если кожа хорошо увлажнена, то маска быстрее впитывается. Если кожа... Нет, подождите, неправильно я сказала. Если кожа плохо увлажнена, то маска впитывается быстрее. Если у кожи достаточно внутренней увлажненности, то она, соответственно, дольше держится. Ну вот, смотрите, я результатом довольна. В принципе, сияющий цвет. У меня появился румянец, хотя, в принципе, он у меня и был. Своей кожей я, в принципе, была и довольна. Для 38 лет я выгляжу, в принципе, как персик. Но что хочу сказать. Такую маску брать буду. Я не разочаровалась. Нельзя прямо сказать, знаете, что я аж прям вот так вот... Вау! Супер восхищение. То есть у меня кожа достаточно была и так хорошая. Но знаете, как уходовое средство, причем даже как хороший уход, как хороший такой вот салонный уход даже, я бы сказала. Запоминаем название. Dermal Matrix. Ссылку оставлю. Короче, девчонки, пробуйте. На Валберис можно взять, на Озоне. Короче, все хорошо. Все хорошо, все просто великолепно. 16.56. Ой, сообщение пришло от клиента. Дурак. Ну что ты, где ты? Как ты? Чем занята? Где влоги? Где влоги? Я снимаю, Женечка. Я работаю, впахиваю. Ты-то где? Где ты? Да, блядь. Ты где-то? Жень, я слушаю, это как обычно, блин, как это театр одного актера. Пупсик, я как раз снимаю влог, как раз. Сделала маску, стала еще баще. Ну, короче. Такой сладкий персик, сладкий пирожочек. Приеду скоро в Москву. Жди меня. Ну, короче, все, мои дорогие. Какой чудесный день, какой чудесный пень и песенка моя. Вот солнышко село. Вот опять, посмотрите. Солнышко село. Ну, что, неудивительно, что время так-то 5 часов. Лежала, кушала мандаринки. Так здорово было, так вкусно. А что, дела свои сделать в первой половине дня. Вот она пару часов уходила из дома. Вот смотрите, моя кожа. Девочки, это без фильтров. Хватит писать о том, что у меня фильтр. Я просто такая красавица. Все.